Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, есть ещё базовый персонал С которым тоже можно торговаться То есть карточки будут маленькие Они просто в проекте большие В принципе они будут меньше Смога и мальчики такого размера Куда это всё будет укладываться Так, значит это у нас колонда и колонда Всё, больше ничего как бы ни в горе нету Это не базовое оборудование, есть базовое ещё А это? Это тоже не базовое, это тоже кусок колонды Я просто не стал замешивать всё вместе Потому что мы не будем до конца до игры Там эти колонды более чем хватит Это базовое, да? Это базовое оборудование Оно как бы всегда есть в игре И его тоже можно купить Где базовое? Нет, это не базовое Собственно, про базовое просто Очень всё просто Есть обычный стол плюс 1 вместимость Обычная вывеска плюс 1 привлекательность Есть обычная плита, которая готовит Единицу любого продукта Есть телевизор, который Конвертит одну дингу В 1 очко победы каждый год И самый базовый Обязательное или по желанию? Нет, по желанию Пожелание Пожелание Обеждает по победным очкам Обеждает по победным очкам Но деньги там конвертятся 5 к 1 в конце За 5 монет одну А что ещё Победные очки? Посетители? А, как получаются Победные очки Здесь есть колода посетителей Например, посетитель выглядит вот так Он, например, хочет булку и напиток Кофе За каждую отданную ему еду он платит вот столько денег 3-2, это деньги И одно победное очко за факт того, что дал ему продукт Удовлетворив Да Если ты его удовлетворил полностью Ты с него получишь 5 денег И 2 победных очка Вот с такого посетителя А можно частично Можно удовлетворить частично А если он там алкогольную пиццу Он не хочет алкогольную пиццу Он не хочет алкогольную пиццу Он хочет кофе и булку А сколько разных видов? 5 Есть еда и фастфуд, алкоголь и кофе и мороженое Мороженое как отдельный десерт Всего 5 видов товаров Кому он идет? Кому он идет? Фишка очень простая В первую очередь он идет к тому, кто кормит его целиком То есть если вот есть человек, который может предложить все И булку и кофе Он идет к нему Если несколько человек, то выбирается по привлекательности Он пойдет в то, которая более привлекательна Соответственно, если привлекательность одинаковая Если одинаковая привлекательность, то опять же обратная от победных очков Или к тому, кто проигрывает Вот Такая ситуация, на самом деле, бывает очень редко Вот У него же корейцы так вывез твоего И вывезли Три монеты за два При этом, если в ситуации, что его кто-то полностью кормит, нету То он идет тупо в привлекательность Например, ты ему можешь дать булку, ты ему можешь дать кофе Он пойдет тому, кому он еще привлекательный А он вышел на роженое? Если ты ему дашь, он получит тупо Если вообще никто его не может не кормить То он просто приедет три монеты То есть если ты не одну и кормит, то он не кормит Это никакие минусы Нет Плюс два нет Ситуация, что никто вообще не может покормить не бывает в принципе Ну вообще Ну да Что-то производят все Да Что-то есть у всех в любом случае Вот Единственное, еще в посетителях, кроме базовых посетителей Есть компания, которая жрет много Вот Но у них штука с компанией следующая Они хотят, чтобы съесть два стола, чтобы им сдвинули Вот И вторая вещь Они хотят не меньше трех продуктов из своих Ну я понял Одно мороженое мало А если я отойду, то не еду два стола Бургер, кофе, кофе, мороженое Нету нигде три Нету нигде три Вот Это у него мороженое, кофе У тебя только Кажется Ну смотри, то есть, допустим, базовую вот эту компанию можешь изначально только ты покормить, то есть ты им можешь дать подрожное. У меня стола нет. А у тебя нет стола. Значит, только мне тоже не пойду. Они все, получается, начинают просто с разными какими-то условиями. Да, все начинают с разными условиями. У каждого своя закупка, а ты красавчик. А вот он, смотри. И вот там говорят, либо у декорации, либо у декорации, либо у декорации, либо у декорации, либо у декорации. Вот, это персонал. Просто ладно. Водка на 2-2 час только с кем-то. Серёга, но универсальный парк ты здесь не сделал. Универсальный нет. Все как-нибудь. Да. Нет, ты его сделаешь к концу игры. То есть к концу игры у всех будет бар какой-то. Не выигранно? Нет, не выигранно от стратегии. Стратегий много тоже. То есть как бы есть стратегия кормить разные. Есть стратегия создать супернароды на рынке. Например, делать много булок и... А, но это нужно знать, какие посетители. Нужно выучить примерно статистику. А посетители, наверное, все выйдут за игру? Посетители за игру выходят все, причём несколько раз. Нет, ну какие больше компаний... Нет, они не сбалансированы. Между собой все. Как бы тут проиграть совсем, чтобы тебе никто не ходит, тут нельзя. В любом случае есть посетители, которые будут только твой. Задача только... Задача перехватывать посетителей таких спорных. Получается, в принципе, никто ничего не теряет. Все только могут получить больше или меньше. Да. То есть как бы она... Семейная. Доброе семейное евро. Оно вот такое. Тут есть один как бы единственный нюанс с готовкой. Всю еду, которую ты не всучил посетителя, она стухла. И за тухшую еду ты теряешь очки победы. Поэтому готовить всё, что ты можешь, нельзя. Вот. А как готовить? То есть каждый ход ты готовишь? Каждый ход выбираешь, что ты готовишь из того, что ты можешь приготовить. Аааа. Ты видишь? Он как бы не тухнет. Ты знаешь, сколько выйдет, и ты видишь, что готовят соседи. То есть я сначала решаю, что я готовлю. Все готовят в порядке. Он говорит, я приготовлю себе два мороженого на одну ход. Да. И всё. В зависимости от персонала. У тебя вроде оборудования не много. Ты еще знаешь, сколько выйдет волн посетителей. Опlit вот от этой цифры, ты знаешь, что их выйдет умноженное число игроков. То есть в данном случае выйдет восемь посетителей, то есть ты понимаешь, что восемь посетителей, как бы. И есть шанс, что все съедят. А, то есть они, ну сколько они съедят. То есть в среднем у посетителей три иконки, можно из этого исходить. То есть они в среднем хотят 24 продукта жирот plac再 influ, Я¡ig я и сам сразу же предлагаю. То есть ты посмотрел, что здесь два, Здесь четыре, здесь четыре, вот понимаешь, двадцать четыре, как бы... А, вот это посетители. Да, нет, это не посетители, это событие. Посетители вот. Событие, оно говорит, сколько будет посетителей. А, всё. Событие это автоматически, просто начало хода. Эта же колода, она отмеряет конец игры. А есть какие-то события, например, там... События есть много прикольных. Есть события там, да... Просто на этом месседере на прошлом была какая-то игрушечка от греков, по-моему, в общем. Похоже. Там тоже нужно было бургеров как бургером кормить. Тоже были события такие. Не, я не видел, поэтому... Смотри. Тут есть... Событий много разных, и событий их больше, чем. То есть в каждой парке колода событий и рандомность. Давайте сыграем. Можем эти события пока посмотрим. Чем разница этого от этого? Ну, разницы никакой нету. Просто эти вещи доступны всегда. А, то есть вы покупаете верхнюю, скрываете... А, это все одинаковые. Все, я понял. Одинаковые. То есть такие более крутые... Это единичные. Единичные. Я купил и больше нет. Все. А это вот много вариантов столов. И так понял. И при этом это аукцион, а это фиксированные. А, да. Это фиксированные, а это аукцион. То есть базовые ты можешь купить всегда. Хорошо. Так. На школьниках наживаться отличное событие. Да, да, да. На месте они прикольные. Налоговые когда у тебя там. А эта игра тоже там. Да, это по крайней мере там... Это количество игроков колоды раз. Какие замешали? 2 или 4. Хорошо. А кто-то суда купит, оно выгоняет. Нет, пополняется в начале хода. В начале хода пополняется. Причем в начале хода пополняется следующим образом. Вот этот ряд идет с дисконтом на 2 дешевле. Он потом исчезнет, этот спустится, и этот будет на 2 дешевле. Ааа. Как по Варгрии. Как летают другие станции. Вот. То есть как бы вот отсюда можно взять на 2 дешевле. А они уникальные вот эти вот? Ээээ... Их несколько... Некоторых по несколько копий в колоде. Некоторых там по одной. Понятно. Вот. Они в зависимости от круга. Ну начинай. Чтоб вход был понятен, да. Ну, чтоб понятен был, я хочу купить его в холодильник за 3. Угу. Эээ... Он позволяет один продукт не тухнуть. Не тух. А я за 4. Не, он начинает. Да. Он принимает стага. Нет, я не буду. Я за 4. Да, почему? Эээ... Те животные не тухнут, так говори. Но он, чтоб работал, требует менеджера. Менеджера, да. Менеджера всегда можно купить. И, соответственно, вот ты 5 отдал, тебе будет сдача в холодильник. Ага. И теперь начинаешь ты аукцион. Давай. Покупай себе. Сначала аукцион. Дальше начнешь. Вот. То есть мы знаем, что в этот ход будет 8 посетителей. А пока мы покупаем отсюда, а не оттуда. Отсюда можно в любой момент. В смысле вот в фазу покупки можно... Ага. Это потешение этого. Да. Какая-то протухшая еда в негативные очки конвертируется? Просто, как бы она... Одна еда нужна. Ты можешь за ход в минус получить нельзя. Ты можешь в худшем случае за один ход получить ноль. То есть ты в конце, как буквально, в фазу накорма, ты посчитал, сколько ты еды осталось, сколько... Троих накормил, две протухли, одно очко получил. Две протухли, одно очко получил. За один ход ты получаешь в худшем случае ноль. Ээээ... Десерты это вот моё, да? Мороз. Да, ты будешь готовить просто четыре. А напитки это кофе? Напитки это тоже кофе, да. Всё, я понял. Ну я вот там... Ты хочешь готовить много мороза? Хочешь валить рынок мороженого? Четыре. Называешь четыре? Нет, пускай берёт. Ты больше берёт? Нет, я за пять. Будет чистый мужик. За пять? Да, конечно. А если я отказываюсь, я опять могу на опцион? И всё, я понял. Нет, опцион... Ты можешь по поводу начинать. А, я понял. Можешь отказаться. То есть она вторая мне достанется. Не, ну написано, приносит два денег. Да, требует менеджера. Менеджер. Да. А хочу его. Пусть больше так. Хочу такую. Вот хочу за сколько? За пять. А почему он не подешевле? Дешевле меньше. В первых нем за номинал. А, потом завтра. Да. Вот завтра. Я подожду. Всё, удачи. Всё. Теперь мы берём отсюда, кто ещё хочет. Давай.